Как списать долги без банкротства? Почему юристам проще озвучить вам, что банкротство не работает? Только с помощью банкротства, судебного, внесудебного, можно полностью освободиться от долгов. Как списать долги без банкротства? Как юристы обманывают должников? Часть 3. Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева. Я сама арбитражная управляющая, эксперт в банкротстве физлиц. Мои выигранные дела можно посмотреть в группе ВКонтакте, ссылка в описании. А также мой опыт – это 250+, процедур в производстве. Задавались ли вы вопросом, как списать долги без банкротства? Если да, поставьте лайк этому видео или напишите комментарий об этом. И я вам расскажу всю правду, как решить проблемы с долгами, можно ли списать долги без банкротства. Сама я в деятельности, в решении проблем с долгами 2015 года занималась не только банкротством, но и различными иными схемами. И да, чем я могу быть полезна каждому, кто смотрит это видео – это проведение процедур банкротства по всей России под ключ, консультация бесплатная, а также обучение юристов всем нюансам банкротного дела подробнее в описании. И вот вам правда, как списать долги без банкротства? Никак. Существует установленная с законом процедура освобождения долгов. Это процедура банкротства физического лица. Регулируется действующим законом, глава 10 закона о банкротстве. И все, только с помощью банкротства, судебного, внесудебного, можно полностью освободиться от долгов. И хватит жить в иллюзиях. Какие долги можно списать через банкротство? Долги по кредитам, займам, ЖКХ, долги перед физическими лицами, по договорам подряда, аренды, по оказанию услуг и иные долги. Да, на рынке есть предложение от юристов, что они спишут долги. Наверняка вы сталкивались с тем, что в интернете вас догоняет объявление, спишу долги, гарантия, выкуп долга, расторженем кредитный договор и так далее. Предложение в действительности есть. Как к примеру, выкуп долга. Что хочется мне сказать по выкупу долга? Как раз на днях обратился клиент. В 16-17-х годах у нее возникли проблемы по обязательствам по выплате кредитов. Она заключила договор с юристом на выкуп долга. Тот отчитался о проделанной работе. Сумма примерно по договору оказания услуг была в районе 100 тысяч рублей. И представил клиенту договора цессии о том, что в действительности банки переуступили право требованию иному лицу. Клиент довольный, долгов нет. Однако в договорах цессии отсутствует даже печати. И в 2020 году два банка подают в суд и взыскивают в судебном порядке долг. Клиент в шоке. Клиент пишет мне, что делать. Помогите. Я вам приложу скриншот переписки. Или, к примеру, юристы обещают расторгнуть кредитный договор. Или уменьшить договорные проценты. Или сам основной долг, что в принципе по закону невозможно сделать. Или юрист обещает применить сроки исковой давности по вашим обязательствам. И тем самым якобы с вас пишут все долги. Однако, большая вероятность, что кредитор не пропустит сроки исковой давности. В установленном законном порядке взыщут все суммы, основной долг и договорные проценты по закону. И будет судебное решение, где вы должны выплатить весь ваш кредит или иное обязательство. Или, к примеру, юристы предлагают закрыть долг дебиторской задолженности. Это вообще отдельная история, отдельный бред, который никак не соответствует реальности. И откуда я знаю про все эти схемы? Честно, я сама в 15-16 годах занималась подобными схемами. И я знаю, что они не работают. И суть какая получается? Что вы обращаетесь к юристу, вы заключаете с ним договор, перестаете платить кредиты и иные обязательства, платите ежемесячные услуги юристам за вот подобные схемы, то, что с вас пишут долг без банкротства. И в итоге что вы получаете за оплаченную сумму? Юристы пишут типовые шаблонные уведомления в банк о том, что вы не можете платить по кредитам. Это вообще бесполезно. Юристы ждут, пока банк на вас подаст в суд, чтобы расторгнуть кредитный договор, как вариант. К примеру, банк подает на вас в суд. Юристам не удается оспорить проценты, не удается оспорить основной долг, как они вам обещали. И что в итоге? Есть судебное решение. Опять же, вы должны денег по вашему кредиту. Юристы вам, как правило, помогли лишь только психологически вас успокоив и установив переадресацию на ваш телефон. Итог какой? Долги с вас не списаны. И я не говорю так про всех юристов. Есть много на рынке профессионалов, кто занимается банкротством и в действительности помогает гражданам решить их проблемы. Но на рынке есть и другие юристы, которые злоупотребляют доверием клиента, злоупотребляют тем, что у клиента есть проблемы и предлагают клиента за деньги подобные схемы. Я сама была таким юристом и вспоминаю это как страшный сон. Это худшее, что я могла практиковать и худшее, что могла делать для своих клиентов. Почему юристам проще озвучить вам, что банкротство не работает? Что, к примеру, долг должен быть свыше 500 тысяч рублей? Это миф. Что, к примеру, с доходом официально банкротиться нельзя. Это тоже миф. У меня есть процедура, где официальный доход у банкротов 100 и более тысяч рублей. Что с имуществом нельзя банкротиться. Или, наоборот, без имущества нельзя банкротиться. И так далее, и тому подобное. Почему? Потому что эти юристы, они не эксперты, они некомпетентны в теме банкротства. Им не хочется разбираться именно в нюансах и тонкостях банкротства. Как сохранить активы, возможно ли сохранить активы должника. Что будет с доходом должника в процедуре. Как не оспорить сделки. Что делать с совместно нажитым имуществом. Как доказать добросовестность должника. Им не хочется в этом разбираться. Им комфортнее составить эти шаблонные письма в банке. Сидеть, выжидать, когда эти банки подадут или иные кредиторы на вас в суд. И потом похлопать глазами и сказать, извините, практика изменилась, не получилось решить ваш вопрос. И вот пристав возбуждает исполнительное производство и идут удержания 50% с вашего дохода при наличии официального дохода. А если доход отсутствует, то у вас просто висит долг. И таким псевдо-юристам, я знаю, вы также смотрите мое видео, пишете различные комментарии. Я хочу сказать, что зайдите на сайт ФРСБ, это единый федеральный реестр, сведения о банкротстве. По фамилии Катриа вы посмотрите все мои процедуры и мой опыт. А также посмотрите мое портфолио. Каждое дело завершено освобождением от долгов. Я знаю все тонкости и нюансы банкротства физического лица. Я работаю и работала со сложными обстоятельствами дела, как, к примеру, активы, сделки, поддельные документы и так далее. А вас, уважаемые мои подписчики, у кого есть долги по кредитам и обязательствам, я попрошу, чтобы вы были бдительны. Если вы хотите списать долги и вам нечем платить по вашим обязательствам, вам поможет только банкротство. Да, не все граждане подходят под процедуру банкротства, кому-то процедура банкротства нецелесообразна, у кого-то нет денег на банкротство. Но вашу проблему решит лишь проведение процедуры банкротства в отношении себя. Не вляпайтесь ради бога в иные какие-то схемы, не платите юристу за шаблонные какие-то письма в банке, за иски о расторжении договоров или еще какой-то бред. Если вам это эмоциональное видео мое было полезное, вы что-то для себя подчеркнули, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А также, если вам нужна бесплатная консультация по банкротству и как списать свои долги, то контакты в описании, звоните, консультация бесплатная. Также можете написать в мессенджере. Продолжение следует...